Я вас приветствую, с вами Визерман. И сегодня я бы хотел приготовить свиной карбонат по рецепту, который недавно для себя открыл. Начнем с подготовки мяса. У нас есть хороший килограммовый кусок карбоната. Делаем в нем несколько надрезов, чтобы получилось подобие книги. В эти надрезы мы будем набивать начинку. Далее подготовим намазку. Она будет состоять из кефира, укропа, петрушки и чеснока. Чистим несколько зубчиков. Нам понадобится 2 или 3, в зависимости от их размера. Укроп и петрушку моем. Затем отрезаем веточки, а оставшуюся зелень мелко нарезаем. Подготавливаем посуду. Натираем туда наш чеснок. Если у вас нет обычного в наличии, можете использовать гранулированный. Далее в пиалку отправляется зелень. Немного кефира. Соль. И перец. О, чуть не забыл. Для образования хорошей корочки добавляем туда 2 чайные ложки подсолнечного масла. Теперь подготовим начинку. В качестве нее у меня будет выступать простой репчатый лук. Чистим его. И нарезаем полукольцами. В таком состоянии лук в мясо класть нельзя. Его сперва надо подготовить. Для этого перекладываем его в отдельную посуду. Солим. И разминаем его руками, чтобы он в полной мере раскрылся. Теперь можно приступать к сборке. Сперва промазываем карбонат намазкой. Для этого желательно использовать более глубокую посуду, а не доску. Теперь между страницами набиваем лук. Готово. Разогреваем духовку до 200 градусов. И устанавливаем туда глубокий поддон, застеленный фольгой. Чтобы каплучий с мяса сок ничего не пачкал. Мясо кладем на решетку и устанавливаем над поддоном. Мясо готовится 60 минут. За 10 минут до готовности не забудьте налить в поддон немного воды, чтобы мясо напиталось паром. А пока приступим к гарниру. Выливаем в неиспользованный лук остатки намазки. Теперь подготовим базу. Я решил использовать шампиньоны. Моем их и нарезаем наполовинки. Добавляем немного кефира. Перчим. Смешиваем. И выкладываем на разогретую сковородку на 25 минут, периодически помешивая. Готовить надо с приоткрытой крышкой, чтобы лишняя влага ушла. 60 минут прошло и мясо готово. На видеоряде я достал его сразу. Вам же рекомендую замотать его в фольгу и дать ему отдохнуть хотя бы полчаса. Обратите внимание, насколько сочным оно вышло. Грибы тем временем тоже уже готовы. Ну что ж, устроим тест-драйв. Положим себе грибов. И наш карбонат. Свинья приготовилась хорошо. Вкус достаточно приятный. Мясо мягкое. И такое, что прям распадается на волокна во рту. Но чувствуется, что не сырое. Теперь грибы. Вот с грибами я немного прошляпил. Не, сами по себе, грибы обалденные. То есть, у них очень хороший, мощный вкус. Текстура приятная. Лучок. Но грибы не идут как полноценный гарнир. Думаю, если бы я нарезал их чуть помельче. Или вообще размолол погружным блендером. И потом уже в качестве соуса или заправки добавил, скажем, в макароны. То это была бы пушка. Но тем не менее, все равно неплохо. Надеюсь, вам все понравилось. Спасибо за внимание. С вами был Визермен. Приятного аппетита. И всех благ.